Мне говорят, они смеются. Я говорю, что они плакали. И вот я стою, значит, душа гиблю и начала смеяться. И вдруг я слышала, у меня кто-то говорит, а что смеешься? Я рассказываю, что своим ушам, как к какому-то святому месту, не разрешала затрагиваться никому, даже сама нежно относилась. А тут вдруг так говорит. То есть это все действительно правда. Спасибо. У нас в этом месяце годовщина. Пожелать всем здоровья, счастья. Избавилась. Были проблемы с давлением, теперь проблем нет. Давления нет, тонометра нет, таблеток нет, ничего нет. Я счастлива. Дальше. Была киста на яичнике, ее тоже нет. Потеряла в весе 8 килограмм. О! Что еще? Еще что-то? Попастаться еще. Зрение. Да, зрение. Зрение. Я теперь даже покупаю очки, когда меняю их. Я не снимаю бирку, чтобы наблюдать, да, как оно меняется. Кроме этого, я лечила свою собаку нашей волшебной водой заряженной. Благодаря вам, Василию Петрович, мои дети живут в трехкомнатной квартире, которую я бы выпросила у вас для них. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Счастлива в трехкомнатной 80 квадратах. Я подниму, что я поставил партию. Да, да. Да, да. Думочка на самокате катается. Вот. И была проблема устроить ее в том районе в школу, потому что район новый, школа переполнена, места нет. А нам возить ее теперь тоже как бы неудобно. Давай просить вас теперь о месте. Просила, просила, выпросила и место в школу. Теперь написали заявление, приняли и ребенок пойдет 1 сентября в новую прекрасную школу. Я счастлива. У меня ничего не болит. Понимаете, вот даже я иду порой мимо аптеки и думаю, слава тебе, Господи, и доктору Макарову, что мне туда не надо. Если я порой даже и зайду за перчатками, и впереди стоит народ и тратит деньги там. Вот однажды женщина стояла, дайте мне нос, дайте мне в горло, дайте мне пососать, дайте мне выпить, дайте мне. И ей тысячу восемьсот с вас, думаю, Боже, если у вас лакоцик будет, что мне не надо. Я выпью водички, приложу фотографии, если даже что-то меня беспокоит. Все фотографии, я как будто приду на работу, а на работу я прихожу со словами, будьте здоровы, будьте счастливы. Если я это зашла и не сказала своим сотрудникам, они не поняли, а где будь здоровы, будь счастливы. Они уже привыкли, и поэтому мы все на работе вместе со мной, здоровы и счастливы. Некоторые ходят со мной на коленках, раздала фотографии, все прикладывают, все лечатся. Спасибо вам большое. Спасибо, счастливы. В 2017 году в октябре, это значит, получается, годы восемьсот я уже нахожусь в этот круг. Ну, пришла с кучей боячек. Готи бы смотрят на меня, их нет, но я их уже отогоняю каждый день потихонечку. Успехи у меня очень хорошие. Мучилась с позвоночником, сейчас ничего не беспокоит. Головные боли ушли. Бегаю, кручусь, верчусь, все мне отлично. Прошла аллергия на солнечные, лучи на горячую воду. Вот видите, наверное, да, я такая коричневая. Раньше я никогда не могла загорать, у меня кожа вся расчесывалась, были голдыри. Вот, сейчас я радуюсь вообще жизни. Ну, с каждым днем, конечно, все что-то отступает, и я становлюсь все бодрее и бодрее. А в этом году, просто я хочу вот отметить, мы летом живем на даче. У меня не было горячей воды. Я всегда мечтала, когда же я перестану греть водичку. И когда по весне начали пробивать колоночку, я ходила с вашей фотографией на этом месте. Я знала, что здесь будет. И думаю, чтобы была хорошая вода. И мы поставим накопительный, и будет горячий, я буду мыть все, и будет все прекрасно. Василий Петрович, все произошло в течение полумесяца. Все произошло. Это было что-то. Мы сделали душевой, мы поставили стиральную машину, у нас теперь есть горячая вода. Ну, я просто так вам благодарна. Наверное, никогда бы такого не было, что на даче вот так мы живем, и все у нас все условия. Это вы все. А внуки как вас любят. Пьют заряженную водичку, все передавали привет. И вам уже видео делали на ваш день рождения. У меня внуки очень вас любят уважать. Я так вот волнуюсь, да, хотела так много сказать. Хорошо. Да, у меня есть. И способности вы видели, вот тоже развелись. И муж и стол усталости не видят. Я очень редко поздравительно писала. Но сейчас я могу вот... Я хожу на коленках и пишу. Везу заметку в эту... Я, да, я вот это вот все... Она сегодня утром писала. Утром. Ходила на коленках. Потому что на даче живу вроде время мало. Я вот хожу на коленках и пишу. Хорошо. Все ходите на коленках. Да. Писать будете сидеть. Я, да, и с весом тоже у меня... Василий Петрович, у вас была на приеме и попросила остановить мою стройность. Мне хватит. Хорошо, ладно. Девочка-девочка. Я вас благодарю. Вас люблю. Вот. Привет. И что еще? Я вступила... Ну, как? Колечки Цветошовой наши. Вот вы посмотрели сейчас видео, да, энергии жизни. Это что-то. Я какое-то время была в другой группе. Но мы с Олей начали... Мы с ней познакомимся с первого месяца. С декабря. Я в ноябре. Она в декабре уже со мной познакомились. И вот мы знаем друг друга, как вот вошла их в клуб. И как-то вот соединила нас с такой вот в лечении друг к другу. У нее... Она ведь такой человек, да, я не знаю таких есть еще вот добрейших. Она никого не обидит. Она ответит любому, каждому из наших, да вообще всем, кто бы ей не написал. И вот когда у нас с ней совместно вот такое произошло, я наговариваю. Она видео составляет. И я вот пришла к ней. И мы вместе, наверное, ну как, побольшие дела сделаем. Очень хорошо. Ну, замечательно. Она такая добрая, такая лелая, такая отзывчивая. В общем, я благодарна, что встретилась со всеми, с вами, с Галиной. С вами, Василий Петрович. Вам не все попло. Все веропадит. Я вас люблю. За... Откуда приехали? Который раз? Я думала, у меня уже все знают. Борисова Карина, город Ростов-на-Дону. Приезжаю пятый раз. Занимаюсь первого октября. Ой, так вы быстро говорите, что пятый раз не все услышат. Пятый раз. Занимаюсь первого октября восемнадцатого года. Ну, за это время у меня улучшилась работа желудочно-лешечного хракта, щитовидной железы. Гарбоны уже щитовидной железы. У меня три месяца. Вот улучшилась память. Вот у меня гипотомия, давление выросло на десять единиц. И жару было мне полегче сейчас переносить в игру. Вот. Ну, самое главное, конечно, это то, что у меня приподнятое настроение. Потому что, когда хорошее настроение, ну, не замечаешь уже и проблемы, про болезни как-то забываешь. И я думаю, что в таком состоянии, конечно, уже новых не приобретешь болезней. Вот. А старые, конечно, будут уходить. Ну, и, естественно, я стала более дружелюбная, менее раздражительная. Я ухаживаю за мамой. Вот. И все время пропускала ее боль через себя. И от этого становилась только раздражительная и нервная, что было хуже и для меня, и для нее. А теперь я поняла, что надо не жалеть. У меня вот тут какая-то защита. Ну, не какая-то. Это Василий Кручев не поставил. И я не стала пропускать эту боль, чем из себя. И стала более спокойная. И мама тоже успокаивается. И нам от этого только лучше. И я поняла, вот как говорит Галина, что значит не жалеть, а любить. Вот. И, конечно, от этого все по-другому становится. Ну, в этом, конечно, мои заслуги практически никакой. Только единственное, что я борюсь со страхом перед холодом сама. Все остальное это Василий Петрович. Хорошо, спасибо вам. Марина, Марина, Верочка, Карилочка, Валерочка. Какой золотой. Вы так хорошо смотритесь. Он всех любит у нас. Ветер, гладь, гладь нам кожу. Освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, Если ветра веселого твернуть. Чтобы тело и душа были молоды, Были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода. Загоряйся, как сталь. Поехали. Класс, пока р Gateway сказал нас М bye. А вот простите, конечно, Экиприз выводить. Мм �� labels